Активисты, снимавшие обыски, которые проводились у крымских татар 11 октября, пожаловались на избиение силовиками. Пятеро из девяти задержанных активистов Крымской солидарности прошли судебно-медицинскую экспертизу. Они также подали заявление в полицию, сообщает крымский адвокат Лилия Гемеджи. Напомню, вчера оккупационные правоохранители пришли с обысками в дома шести крымских татар-мусульман Бахчисараи, после чего хозяева были задержаны. Задержали и девятерых крымчан из тех, кто пришел поддержать соотечественников. Суд обязал их выплатить штрафы по надуманному обвинению в участии в несанкционированном мероприятии. Шестерым крымским татарам, арестованным накануне Бахчисараи, избирают меру пресечения. Эрнест Аметов арестован на два месяца. Заседания проходят в подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя. Под зданием собрались родные и просто неравнодушные к происходящему. Несмотря на вчерашние аресты, задержания и штрафы, пришли сотни людей. Украинские врачи предпримут еще одну попытку попасть к незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинцу Павлу Грибу. Сегодняшняя не увенчалась успехом. Российская сторона их не пустила. При этом никакого официального ответа не предоставила. Как рассказал отец Павла Игорь Гриб, украинские консулы и врачи написали соответствующие жалобы в ФСБ России по Краснодарскому краю, а также в прокуратуру Краснодарского края. Впрочем, особо на ответ не надеются. На все ноты МИД Украины, на обращение украинского омбудсмена госпожи Лутковской реакции до сих пор не было. Павел Гриб, который нуждается в ежедневном приеме лекарств, остается безадекватной медицинской помощи. Скоро будет уже два месяца, как Павел находится в СИЗО. Никакой, подчеркиваю, никакой медицинской помощи ему не предоставлено. Лекарства, которые были куплены нашим российским адвокатом Павла Андреем Сабининым, приняты не были. И было сказано, что и не будут приняты для передачи Павлу. Мы знаем, что на это время был закуплен только один вид лекарств за деньги Павла, которые у него есть на счету, но даже закупленные препараты российская сторона тоже ему, к сожалению, не дает. И каково реальное положение дел, какое состояние здоровья мы до сих пор не знаем. Напомню, сегодня украинские врачи прибыли в Краснодар. Украина не стала дожидаться ответа российской стороны, так как здоровье 19-летнего парня ухудшается. Павла Гриба незаконно удерживает в СИЗО по обвинению в терроризме. Российская ФСБ похитила его, когда он находился в Беларуси. Украинская сторона настаивает на том, что дело Гриба сфабриковано по политическим мотивам. Турецкие порты закрыты для судов из Крыма. Палата судоходства направила морским перевозчикам и портам письмо с требованием принять соответствующие меры. Об этом рассказала пресс-секретарь главы генпрокуратуры Лариса Сарган. Запрет появился после недавнего визита Юрия Луценко в Анкару. Там обговорили о пресечении нарушений России, международного морского права и незаконных морских связей с оккупированным Крымом. Турция также вводит жесткую систему контроля судов. У них будут требовать доказательства, что последней точкой их отбытия не был Крымский порт и они не направляются в Крым. Мечта контрактника. Так назвал новые общежития для военнослужащих Петр Порошенко во время посещения спорткомплекса вооруженных сил. Новое жилье имеет все удобства, предусмотренные стандартами НАТО. На его строительство уже выделено около 40 миллионов долларов. Столько же заложат в бюджет на следующий год. К концу 2018-го 22 тысячи военнослужащих будут жить в комфортных условиях. Президент также продегустировал еду из нового рациона украинских бойцов и отметил, что Украина первой ввела в армейский сухой паек горячие первые блюда. Одновременно, заметил Порошенко, в армии меняется не только продуктовое, но и медицинское и вооруженное обеспечение. Более ста комплексов должно быть построено уже в этом году. Причем на деньги, которые были конфискованы, полтора миллиарда гривен у предыдущего руководства страны. Восстановление справедливости. Это идет на вооружение и на создание нормальных условий для военнослужащих контрактников. Комплексы в первую очередь будут направлены в боевые бригады и будут равномерно размещены по пунктам постоянной дислокации. Обновленная молодость. 47-й международный фестиваль перенесли на весну. А в октябре в Киеве презентуют его двухдневную мини-версию, так называемый «Молодость-пролог». Для гостей подготовили специальные кинопоказы и премьеры новых украинских фильмов. Также сообщат итоги национального конкурса «Короткого метра». В рамках программы социального кино покажут шесть фильмов на тему свободы и толерантности. Организаторы заверили, что к основному фестивалю подготовили еще больше сюрпризов. Нам очень приятно, что много фильмов, которые участвуют в молодости, в этом году представлены при помощи Государственного агентства по вопросам кино. Я считаю это существенным прорывом. И в следующем году мы еще больше поддержим этот кинофестиваль, один из фаворитов фестивального движения в Украине. Оставить наших зрителей беспривычной золотой осени мирового кино мы не могли, и поэтому два дня, которые мы проведем в этом году, это такая презентация, или, как модно говорить, тизер нового фестиваля. И все-таки это два полноценных дня, которые откроются всемирной премьерой украинского фильма «Мир вашему дому» в национальной опере Украины, а закончатся всеукраинской премьеры украинско-словацкой картины «Межа» в кинотеатре «Украина». И самое горячее противостояние баскетбольной осени. Чемпион прошлого сезона Суперлиги «Будивельник» и обладатель Кубка Украины Днепр сыграли в Киевском дворце спорта матч. Все подробности в сюжете. Матч с участием двух самых сильных команд баскетбольной суперлиги всегда вызывает большой интерес болельщиков. В предсезонном турнире Днепр обыграл «Будивельник» и в матче регулярного чемпионата киевляне жаждали взять реванш. Поединок команды начали на равных, но во второй четверти строители провалили игру в защите. И гости наградили их серией трехочковых в исполнении Мишулы, Сизова, Загребы и Глебова. На перерыв Днепр ушел с преимуществом плюс 10 очков. В третьей четверти стараниями американского дуэта Филд с Дугат «Будивельник» смог сократить разрыв до трех очков, но потом снова отпустил игру. «Даже большая часть, я могу сказать, что это моя вина, потому что я вышел, когда было минус 4, а потом они ушли 10 вперед. Там Загреба попал и трудно было защититься и где-то не сыграл так, как надо. Но у нас был шанс и не была так потеряна так игра». В последние десяти минутки гости из Днепра благодаря трехочковым Шунделя и Глебова сделали серьезный рывок. В двух таймаутах Владимир Коваль так и не смог настроить «Будивельник» на нужную борьбу. Гости атаковали с отменным процентом 52. «Мы были недостаточно агрессивны в защите, недостаточно хорошо давили на мяч, на игрока с мячом». Логическим итогом стала победа Днепра 86-77. Команда Дениса Журавлева выиграла третий матч в новом сезоне и нанесла «Будивельнику» первое поражение в чемпионате. «Битва была до последнего, даже разница доходила до 20, но «Будивельник» мог вернуться на два очка, было преимущество у нас все. Но, честно, очень применциальный матч был, мы настраивались на него, хотели доказать, что мы сильнее, что не зря перед нами ставят самые высокие задачи, и мы будем их брать и добиваться». Самым ценным игроком матча стал центровой Днепра Сергей Загреба. Рейтинг его эффективности составил 25 баллов. Он отменно отработал на счетах, набрал при этом 18 очков и сделал 8 подборов. «Все были готовы забить и трехочковый, и двухочковый. И мы сегодня забили трешки с очень хорошим процентом и были активны на периметре». Несмотря на победу, у главного тренера Днепра Дениса Журавлева есть претензии к игре команды. «Мы третью игру подряд позволяем команде жить за счет наших потерь. Мы теряем, нам забивают легкие голы, мы теряем, нам забивают легкие голы. И если это убрать, мы можем в этом экспекте здорово прибавить, это убрать, у нас будет совершенно другая игра». Главный тренер мужской сборной Украины Евгений Мурзин остался доволен игрой команд, в составе которых много игроков националки. Уже 24 и 26 ноября состоятся матчи квалификации на чемпионат мира с командами Швеции и Турции. К этим поединкам сборники должны подойти в оптимальном состоянии. Ведь на совместную тренировку у них будет только два дня. «Мне понравилась игра, современная игра, очень много трехочковых. Понравилось, как играл Днепр. И легким составом, и с загребой. То есть очень много было разных вариантов. Я получил удовольствие и доволен состоянием и кандидата в национальную сборную, и вообще качеством баскетбола». Будемельник с тремя победами и одним поражением возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Днепряне на втором месте. Следующий матч двух принципиальных соперников состоится 3 декабря в Днепре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok